Я имел в виду поставить, как бы, ну, нисколько там, чтобы, как он называет их, социальные, но это не социальные контейнеры. Просто люди, которые идут, им лень, допустим, вот он взял, бросил там, да. Потом эти два контейнера, значит, начали переворачивать в бау, то есть, ну, хулиганы или кто, кто-то недоволен. Поэтому я не вижу необходимости ставить контейнеры, которые мусор и так вывозят. А откуда он взял? Микро-район Матвеевка, с всего частного севера. Там побережье леса. По улицам, не только там. Вопрос стоял по поводу леса. Та часть, которая попадает специально на нас. И берег реки. Ну, смотри, что, ну, вот так, в лесу мусор, там, насколько я знаю, как мне объяснили, там появилась частная застройка, но, как бы, новые дома построили с мусором. И они, как бы, регулярно выносят мусор, устраивают свалку. То есть, ну, мусор же, он, это продукт жизнедеятельности человека, по большому счету. То есть, люди отказываются, они не проабонированные, они отказываются получить мусор. И возникает этот вопрос, вывоза мусора. То есть, есть два момента. Первый, это так называемая зона отдыха на берегу реки, ну, нужен контейнер. И вторая, это контейнера непосредственно возле леса, куда жители сносят мусор. Какое решение может быть? Сыннее можно сделать эксперимент, поставить него вопрос. Ну, насколько там они продержатся эти контейнеры? Потому что контейнеры стояли. Ну, я говорю. Ну, они не выразили. Они должны, как какой-то очередной. Ну, это, за контейнер надо кому-то заплатить, правильно? Да, я понимаю. Очень говорит. А с кем не договор заключить найти контейнера? Ну, хорошо, подскажите. А с Республикой администрации нельзя? Смотрите, в городе урны как-то куда-то вынимаются. Мусор из урн. Тоже безымянно, безадресно люди оставляют. Администрация? Администрация плачивает. Да. А чем это другая ситуация? Там зона отдыха. У наших граждан... Это территория центрального района? Да. Это территория, но как зоны отдыха, как вы говорите, Зонами она не закреплена. У нас нету по решению исполкового городского совета. За кем она закреплена? Не за кем. Так же не бывает. Не санкционирована зона будет. Не санкционирована. Ну, значит, санкционирована зона будет. Это то же самое, как там. Можно я спрошу, что такие... Вот вы сами видите в этом проблему или нет? Вот как руководитель. Вы видите проблему в том, что пришли люди? Да, люди таковые. Нет, у нас других не будет. Этих надо воспитать. Вот они пришли, да, они принесли это полным. Пустое они вынести не хотят. Как не хотят. До контейнера они бы еще доносили. Если бы контейнер был более их зрением. Ну, как бы... Я считаю, что человек, если принес продукты, да, и там разложился, и пообедал, и поужинал хорошо, он должен это собрать, положить пакетик и отнести куда положено. Хорошо, но если этого не происходит, то что... Подождите секундочку. Я объясню свое мнение. Мы тоже так считаем. По факту не так. Можно, что я вас перебью? Если можно, для того, чтобы мы как-то понимали, кто говорит и как, я, к сожалению, не всех знаю. Если можно... Я могу представить. О том, что человек, который берет слово, представился, чтобы можно было как бы не до протокола это фиксировать лучше и понимать в вопросах, вот как бы... И у меня как бы пожелание о том, чтобы мы вот эту конструктивно и вот эту полемику немножко в остальную сторону, потому что мое понимание, есть зоны, которые исторически сложились, хотя они официально не значатся как зоны отдыха, здесь мы собрались с общественностью, с теми, которым это вопрос не чужд и которые болеют подобным вопросом, для того, чтобы определиться в дальнейших наших шагах. То есть если какая-то зона является зоной отдыха, лесная зона, береговая зона, я считаю, что нам в данном формате необходимо выработать ту концепцию, те шаги в действиях, которые мы должны определиться, потому что, как бы то ни было, и в администрациях очень масса, но большая масса точек, где появляются несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки появляются от того, что исторических людей там, где отдыхать, где получить какой-то свой досок, по сути нет. Поэтому вот такие точки я бы хотел, чтобы мы в рамках нашей работы могли определить, зафиксировать. Потом с данными точками мы могли работать в формате того, как их благоустроить. Вот не секрет, да, что у нас, например, там социальный проект, подошла беговая линия в районе Грибачевастана, парка Победы, для того, чтобы поставить эти самые бочки. Что самое интересное, что поставили бочки на следующий день, когда начали выбирать, то мост был везде, где только угодно, но только не в бочках. Но это так и в вашу сторону. Поэтому здесь есть интерес с тем, чтобы и вы, как определенный, имеете влияние на общественную мысль вместе с вами, срабатывая с тем, чтобы наши горожане начинали больше любить город Николаев. И больше обращают внимание, чтобы не выбрасывать мусор там, где не нужно, а там, где есть такие точки, чтобы мы с вами их определили и наработали, по-моему, отбирать. Есть Матвеевский лес. Да, зона нужная, люди идут в лес, отдыхают. Есть зона Дубки. Тоже люди отдыхают, тоже выходят оттуда, выбрасывать особо некуда. Есть пляжная зона Матвеевка, есть пляжная зона Варваровка, есть другие зоны отдыха, в которых будет скапливаться. Но, по сути, там особо выбрасывать нечего. Поэтому, как говорится, есть, не говоря уже о центре города, где по Киеву Юрьевску. Поэтому я попрошу, что есть вопрос по Матвеевску, для советского береговодства. Давайте мы фиксируем эти тадоточки, которые есть, для того, чтобы мы это добрали в работу и продумывали тогда механизм работы. Обозначать это. Третий год уже этот разговор. Сергей даже карту оптимальных мест на расположение этих контейнеров уже предлагал. Это уже третий год ведется разговор. Смотрите, прошлую пятницу, анекдот даже.